В региональном сполкоме партии «Единая Россия» состоялось совещание по вопросу исполнения областного закона о запрете торговли слабоалкогольными энергетиками. Согласно документу, запрещены к продаже напитки, в которых содержится одновременно этиловый спирт до 9% объёма, и тонизирующие вещества, например, кофеин. В руки рабочего штаба, а в него вошли представители областной думы, прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и общественности, попала банка популярного алкоэнергетика, купленного в одном из магазинов уже после вступления закона в силу. Рабочая группа решила воочию проверить исполнение нормативно-правового акта и посетила некоторые торговые сети Брянска. Участники рейда не увидели прямо запрещенных напитков на прилавках магазинов. Анализ показал, что многие торговые сети убрали со своих прилавков данную гремучую смесь, мы её так называем. Однако в продаже обнаружен напиток в той же привычной потребителям тари, что и раньше. Но под другим названием. Производитель сделал хитрый ход. Теперь это не алкоэнергетик, а винный напиток, сделанный по другому ГОСТу, которым, кстати, не предусмотрено содержание тонизирующих веществ. Производители в обход федерального закона и в данном случае ГОСТа начали выпускать продукцию конфорофактную. То есть в нарушение ГОСТа выпускается продукция винный напиток, где есть содержание тонизирующих веществ. Или кофеин, или других там веществ. Представители рабочей группы разъяснили руководителям магазинов противозаконность продажи такой продукции и рекомендовали добровольно избавиться от сомнительного винного напитка. В дальнейшем в области пройдут рейды с участием правоохранительных органов и сотрудников Роспотребнадзора. Представители законодательной власти продолжат борьбу с продажей слабоалкогольных энергетических напитков вплоть до их полного запрета. Если на сегодняшний день алкоэнергетики до конца с полок не исчезнут, мы будем дорабатывать этот закон. В любом случае это первый шаг в этом направлении. Вообще я считаю, что стоит и работать, и идти дальше, и прорабатывать закон о запрете вообще в принципе энергетиков. Потому что это на самом деле такой бич нашего времени. И этим энергетическим и алкоэнергетическим напитком подвержена именно молодежь. Артемий Маркелов, Александр Егоров, Владимир Сидоров. События. Брянск.